Ом Ти Ви Юэй про Головне. Противник понимает, насколько важно ему удерживать час Афьяр, поэтому будет цепляться за него, скажем так, до упора. Какого-то блицкрига ждать здесь не следует. Будет идти долгая боевая работа, проламывание укрепов, медленная. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить. Это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но и мира на многие годы вперед. Никогда не голосовала за Путина. Но сейчас я готова заслонить от пули нашего президента. А кто его может составить в конкуренции? Какие-то ни в чемные политики. В 1998-1999 годы наша страна находилась на грани развала. И в какой-то момент Господь Бог смилостивился над нами. Это была божья кара. Теперь, Владимир Владимирович, на вас стоит не менее сложное значение. Не только победить, но и спасти мир. Ну, тем не менее, там это сделали. Ладно. Мы посвятили, поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Что? Опять? Вообще, поднял. С ничего. Ну, как иначе? Здесь моментально всплывают острые вопросы, раскалывающие и без того крайне фрагментированную правящую группировку. Пятый президентский срок, по вашему мнению, Владимира Путина. Это хорошо или плохо для России? Дай бог. Я Путина люблю, уважаю. Пускай идет. Потянет. Хватит сил. Пускай работает. Ну, и может, сколько? 71, да? Ну, видимо, да. Да? Да. С 52-го года. Ну, вот. 71 год. Так что, скорее всего, наверное, уже не потянет. У вас бы никого не было. В то же время, объективный ход политических процессов буквально взывает к здравому рассудку с мыслью о необходимости обновления, хотя бы ради сохранения остаточной стабильности системы. За кого не голосуй, все равно Путин победит. Это же очевидно. Нужен цикл смены кадров на руководящих позициях, вливание молодой крови. Был бы ум у Путина, ушел бы на покой с высоты накопленного опыта, из-за кулис направлял молодых преемников. Вы в одном из интервью, опять буду вас цитировать, сказали, что Путин не будет президентом до 2036 года. Цитирую. Он найдет человека, который продолжит путь развития России. И сейчас так считаю. Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Я думаю, что Путин соперников сейчас в России Путину нет. Но не чувствует Путин к себе уважения. Не верит в наличие авторитета среди окружения. Для самосохранения после отъезда из Кремля. А потому, будучи жалким и мизерным существом, цепляется за власть. У него, как у Гитлера, вот в феврале 45-го года вариантов нет вообще ни одного. Вот идиотизм ситуации невероятный, да? Пуч Пригожина окончательно свернул шею сценарию трансфера и оставил на игровом поле только вариант Путин 5.0. В какой-то степени восстание ЧВК Пригожина, вне зависимости от его истинной подноготной, четко показало масштабы запроса на перемены, исходящего из недр российского общества. Чтобы нарушить свой плен, надо знать, что ты пленный. Простые россияне с интересом наблюдали и прокручивали пасьянцы на предмет того, кто может оказаться новым хозяином страны. Людям, в принципе, плевать, как будут звать следующего узурпатора. Безусловно будет трансгендер. Безусловно. Они его найдут, вот увидите. А еще лучше, если он будет одноногий. А это означает тотальное обесценивание символического капитала Путина. Причиной ситуации выступает пресловутый пеньковый референдум 2020 года. Уничтожив основы конституционного устройства РФ, сам вождь оказался беззащитным. Как это так это? Здесь уместно вести речь об африканизации политического развития страны, под которой следует понимать лояльность населения к антиконституционному захвату власти в будущем, вероятно, военными. И он становится все более вероятным. Владимир Путин захватил власть, он уже 30 лет. Ну что делать? Кто никто всех захватит? Именно из-за этой угрозы ФСБ проводит операцию по ликвидации любых маломальски харизматичных командиров в рядах вооруженных сил РФ. Пожалуйста, действуйте, боритесь, входите в парламент. Из игры полностью вывели еще недавно героического генерала Армагеддона Суровикина, который теперь и напоминает то, чем он, по сути, и был посредственность, сделавшую карьеру самыми брутальными методами. Все это время многих интересовал один вопрос. Куда я пропал после пердежа Метежина? Ой, Метежа Пригожина. Пока Суровикина не грохнули, но контора работает без шума и пыли. И через несколько месяцев амбициозный путчист повторит судьбу скончавшегося на медне генерала СВО Житко. Все, Юр. Совет от Лубянки всем офицерам в звании старшего полковника быть серыми и безинициативными. И показательно молиться до иступления на Путина. Непонятно, что ли, кому-то? Только так ты будешь полезен Отечеству. Мне нельзя говорить плохо про Путина. Вот мир проходит через этот период тяжелого заболевания. Но мне кажется, что благодаря, в том числе, честной журналистике, они как врачи работают. Может быть, удастся как-то это все соединить? Изложенные мысли отражают масштабы пессимизма, который ширится во всех слоях российского общества. Дело дрянь. Еще два срока Путина совсем уж никак не ассоциируются с чем-то хорошим и светлым. Наоборот, маячит проблема еще одного потерянного поколения и тотальной деградации интеллектуального потенциала РФ. Это деградация общества. А чего вы тогда не повесите вот сюда? За мир и на поколоматься они пройдут? Мы не за мир. Нет. Мы за победу. Деградирует. Здесь имеется не только социальный, но и экономический подтекст. В РФ бешеными темпами происходит люмпинизация. Тогда как средний класс просто вымер, подобно динозаврам. Я ударил противника спецоперацией. Вы можете снимать, кому хотите. Ну. Вы что, против спецоперации? Да. Сейчас мы вас всех и, ну, оприходим. Правительство имитирует курс на ситуативное снижение бедности, раздавая социальные подачки нищим и выплаты участникам вторжения в Украину. Параллельно происходит усиление инфляционных процессов, пожирающих розданные с барского плеча деньги. У нас надвигается страшное, я просто вижу уже по грядущему снижению количества выпускников школ и поступающих в УЗы, демографическая яма, хотим мы или нет. Мы почему-то про это не говорим. Вернее, как бы говорим, мы должны рождаемость увеличить с 1,4 раза в 1,8. Оно же просто так по решению правительства же не увеличится. И меры беспрецедентные принимаются. Там больше чем в три раза маткапитал вырос и другие всякие вещи. Но у нас дефицит сотрудников, которые сейчас декларируют Минтруда, это 2,4 миллиона работников. В 30-м году дефицит только. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Морда. Допустим, вы против Путина. А за кого вы? В том-то и дело. Ну что против этого скажешь? Но Люмпин, как опора, плох всем. Да. Переменчив, ленив, глуп, неверен. Окей. Угу. Он постоянно требует к себе внимания, ничего не создавая и давая взамен. Люмпинизация всегда ведет к одному и тому же плачевному результату. Это очень опасно. Украинские войска совместно с западными военными специалистами, читай, западными кадровыми военными НАТО, начали атаковать Белгородскую область с применением американской РСЗО «Хаймерс». Радиус целей, который ВСО теперь могут поражать с помощью «Хаймерсов», выглядит так. Белгород, обратите внимание, в этот радиус попадает целиком. А еще в Алуйке, Волоконовка и Уразово. Официально Байден дал согласие на удары по России только американскими РСЗО «Хаймерс». Но суть и дело это, естественно, не меняет. Сегодня «Хаймерс», завтра «ГЛСДБ», послезавтра «Атакамс» с дальностью 300 километров. А там ограничения снимут из американских истребителей F-16, которые летом появятся на Украине.